Адип Маликов, Сажиды Сулеймановы. В одной семье жило два талантливых человека. И они друг другу совершенно не мешали, а лишь дополняли друг друга. Газеля Губайдулина хорошо знает историю знакомства поэтессы Сажиды Сулеймановой и Адипа Маликова. Он был корреспондентом республиканской газеты. Отец Сажиды показал фотографию отцу Адипа. И после этого Адип написал ей письмо. Потом завязалась переписка, дружба возникла, которая переросла, затем любовь. Газеля Губайдулина работает в библиотеке, названной в честь Сажиды Сулеймановой. После того, как поэтесса не стала, частым гостем здесь был её супруг. Он заходил в нашу библиотеку и рассказывал, и воспоминал о своей первой любви. Она творила до 1980 года. Словно на зло коварной болезни, своё последнее стихотворение назвала «Здравствуй, жизнь». «Сколько длится ещё годам, сколько ждёт впереди дорог, никому тебя не отдам. Ни разлук твоих, ни тревог. Здравствуй, жизнь». Когда читаешь это стихотворение, у меня просто мурашки идут, потому что человек очень любил жизнь. Вот потрясающе, зная о том, что уже ничего же не остаётся у него. Поэтесса ушла из жизни рано. Ей было 53. Но за свою жизнь написала сотни произведений, каждое из которых читатели любят и сегодня. В 1992 году городскую библиотеку назвали именем Сажиды Сулеймановой. Люди, которые её знали, которые её любили, которые есть, то вот эта связь между библиотекой и вот такой невидимой Сажидой Сулеймановой, которой уже 40 лет нет, она всегда будет. Проголосовать за знаменитую землячку можно на сайте 100.татарстан.ру. Голосовать можно каждый день.